Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Продолжая разговор о книге Ионы, мы поговорим сейчас о третьей главе. Третья глава совсем короткая. И если предыдущая, вторая, предлагала нам нечто совершенно невероятное, проглоченного китом Иону, который из чрева кита молится, здесь нечто на самом деле для читателя еще более невероятное. Потому что Господь снова обращается к Ионе, когда он лежит на песке на берегу моря, его кит туда выплюнул. И вот Господь ему говорит, встань и иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелю тебе. Ровно то самое, от чего и он обижал. И тогда вот он здесь встает и идет в Ниневию по слову Господню. В Ниневию, которая здесь выступает таким символом города греха, как Вавилон в апокалипсисе. Понимаете, Ниневия же была город великий, убога на три дня ходьбы. Ну что, прям на три дня ходьбы таких городов и сейчас-то, наверное, не найдешь. Понятно, что это что-то такое грандиозно нарисованное. Изображается Ниневия, столица Ассирии, как гигантский, огромный город. Город, причем для читателя совершенно очевидно, что это город своего рода столица греха, столица империи зла. И вот Иона начал ходить по этому городу. Ходить сколько можно пройти в один день? Ну то есть с утра и до вечера. И проповедует, говоря еще сорок дней, Ниневия будет разрушена. То есть опять на самом деле автор очень лаконичен. Поэтому что именно слышат ниневитяне, что именно проповедует им Иона, рассказывается в следующих главах, простите, в следующих стихах. А здесь вот так он ходил и говорил, скоро всем конец, Ниневия будет разрушена. Потом оказывается, что речь идет о злых путях людей, о насилии рук людей. Речь идет о том зле и насилии, которое совершают жители Ниневии. Тоже без особого уточнения, эта книга написана, когда сама Ниневия уже не первую сотню лет лежит в руинах и заселена, если и заселена, какими-нибудь совершенно посторонними, очень малочистными людьми. Это маленькая поселинница. Вот. А та древняя Ниневия, огромная, великая, когда-то, вот Иона в ней проповедует. И, собственно, шокирующее, невероятное, то, чего не может быть, не может быть в представлении любого читателя, что иудея V века, дружищества Христова, что христианина современного, ненавитяне покаялись. Ненавитяне покаялись. Вот настоящее знамение Иона, пророка. Не то, что его кит выплюнул, а то, что от его проповеди даже ненавитяне покаялись. Да, в картине мира злее, хуже. Ненавитян никого нет и не может быть. И, тем не менее, потому что Бог послал к ним Иону, они покаялись. И дошло это слово до царя. Он встал с престола своего, снял царское облачение, оделся во вретище и сел на пепле. Вот вы когда-нибудь видели царей на пепле во вретище? Не бывает, не бывает ни одного в истории человечества. Но, тем не менее, вот в книге Иона это происходит. И повелел царь провозгласить от имени царя, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили над пастбища, крепко выпияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего, относили рук своих. Вот так, не только люди, даже скот, вот все население, все живое, все живое, все, что дышит в этой самой ненавистии, чтобы все постились и обратились от злых путей своих и от насилия рук своих. И царь говорит, кто знает, может быть еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Вот кто знает, может быть. Это тоже сама по себе замечательно, важная и удивительная формулировка. На самом деле, конечно, самое невероятное, это то, что Бог к ненавитянам обращается. Все равно читателю кажется, что так не может быть. Но оказывается, может, оказывается, Бог призывает этих ненавитян. Зачем это надо? Почему? Как так может быть? Вопрос, который перейдет в следующую, в последнюю главу этой книги. Но здесь мы видим, что да, неожиданным образом ненавитяне покаялись. Слово доходит, Слово Божие до них непостижимым образом. До любого злодея, оказывается, до любого самого страшного злодея может дойти Слово Божье и призыв к покаянию. Это выбор самого злодея, в данном случае ассирийского царя. Покаяться, покаяться. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них и не навел. По большому счету во всей пророческой или околопророческой литературе, ну, потому что это книга о пророке, литературный рассказ о пророке, единственный пример того, как должна сработать пророческая проповедь. Зачем вообще Бог посылает пророков? Потому что никакого нету интереса предсказывать будущее. Суть пророчества вообще не в этом, от слова совсем. Будущее придет, предсказывая его или не предсказывая, в те сроки, которые времена, в те времена и лета, которые отец положил в своей власти. Задача пророка проповедовать покаяние, чтобы люди обратились от злых дел своих, и тогда обещанное бедствие отменяется. Другой разговор, что почти никогда проповедь пророков не достигает этого результата. Вот, здесь достигает. Хорошо. Пожалел Бог о бедствии, который сказал, что наведет на них, и не навел. Ну, а как реагирует, так сказать, на это Иона, описывается в следующей, четвертой главе. Субтитры создавал DimaTorzok